Местом встречи главы района и местных жителей стал двор возле дома по улице Строительной 15, где в данный момент ведется благоустройство. К работам приступили две недели назад. До этого здесь была платная парковка. Ее закрыли. Значительно расширили площадку. Теперь парковочных мест два раза больше. Также рабочие сделали новый тротуар, а сейчас приступают к укладке асфальта. Идут подготовительные работы по фрезерованию существующего асфальта и укладке нового. В течение недели, полторы, ориентировочно, это опять же, закончим и сдадим этот объект. В ходе ремонтных работ на Строительной 15 подрядчикам были установлены новые ливневки, но жители попросили заменить их на более качественные. Еще один вопрос, касающийся безопасности дорожного движения, озвучила Лариса Хожайнова. По ее мнению, на улице Строительной нет ни одного дорожного знака и пешеходных переходов. Основные пути, которыми будут добираться дети, вот здесь, вот там. Значит, улица Строительная не подготовлена. Не для пешеходов. В первую очередь для детей. Сейчас, если вы видите, ведутся работы. Я говорю про разметку сейчас, про дорожную разметку. В том числе с нанесением современных светоотражающих систем. Я сейчас посмотрю, чтобы мы этот вопрос обязательно к первому сентября подготовить не поставить, а решить. На встрече позвучало и коллективное обращение к главе района с просьбой закрыть магазин, который пристроен к дому на Строительной 19. В нем, по мнению местных жителей, осуществляется продажа спиртных напитков после 23 часов. И вот люди выпьют и начинают здесь бучу устраивать. И драки, и скандалы, и оры, и крики. Вот представьте, я живу на Строительной, дом 17. С той стороны у меня лакомка, питейное заведение. С этой стороны у меня, вот, пожалуйста, в этом доме многоэтажном. И с этой стороны. Вот я вышла, и у меня одни питейные заведения. Значит, поскольку они сделали, как бы, общий пильф, который имеет право работать по-разному, они были до часу, сейчас они сделали до двух. Получается такая вещь простая. То есть 20 тысяч, а все, естественно, магазины закрываются, так, спокойно, на вынос, табунами, полгорода сделали. Вот и все. Нет, ну это режим его работы. Режим работы. Смотрите, пожалуйста, а вы торгуете после 23-х спиртным? Ну, я не знаю, и больше. А почему вы торгуете пивом после 23-х? Да у вас есть. Вот, Бестро, посмотрите. Магазин действительно имеет статус общепита. Есть и соответствующие документы, и небольшой мини-кафе, где можно распить пивные напитки. Крепкого алкоголя в продаже нет, утверждает директор. Собираются вот жители, говорит, какие-то компании, драки и так далее? Никто здесь не собирается. Если собираются, вот эти жители отпускают пару раз снимок делать и вам дадут. Если из этого магазина кто-то купит, на улице будет выпивать, я с вами согласен. Вы закроете потом магазин. Если это зафиксируется. Если зафиксируется, все. В данной ситуации правда у каждого своя. Но по закону алкогольные напитки, купленные после 23-х часов в объекте общественного питания, должны распиваться исключительно внутри заведения. Ирина Бокова, Михаил Решетов, Ольга Садовская, Видное ТВ.